Согласно закону, принятому в прошлом году, финансовые учреждения обязаны обеспечить переводы по системе быстрых платежей и реквизитам клиентов между их собственными счетами в разных кредитных организациях до 30 миллионов рублей в месяц без комиссий. Раньше бесплатные переводы между счетами клиента были возможны только через СБП, а их лимит составлял 100 тысяч рублей. Перевод денег с карты на карту с помощью телефона сейчас основной и самый удобный способ перечисления средств между физическими лицами. Не требуется идти в отделение банка или искать банкомат. Некоторые банки не подключают клиентов автоматически к СБП, поэтому если вы совершаете перевод в первый раз, нужно сначала удостовериться, что карта подключена к ней. По всем остальным операциям лимиты оставлены теми же самыми, ничего больше не изменилось. Речь идет именно о том, чтобы дать возможность клиентам более свободно распоряжаться своими деньгами, находящимися на счетах в разных коммерческих банках. Смысл заключается в том, чтобы сделать более свободной конкуренцию банков за деньги клиентов. Существует несколько вариантов перевода денежных средств, например, по номеру карты или счета. В случае крупного перечисления рекомендуется сначала отправить тестовую, небольшую сумму денег и удостовериться, что реквизиты правильные и средства дошли до получателя. При переводах через банкомат, а также через кассу банка, комиссия может быть больше, поскольку банк затрачивает много ресурсов. Но есть и плюс, ведь зачастую лимит суммы перевода отсутствует. Менее популярной операцией, которую предоставляют не все банки, является перевод денег через СМС-сообщение или СМС-команду, а самой популярной является перенос денежных средств по системе быстрых платежей. Изменения в лимите переводов без комиссий важны для людей в экономическом плане, поскольку способствуют повышению доступности и эффективности банковских услуг, а также обеспечивают больше контроль и гибкость в управлении личными финансами. Люди смогут более свободно распорядиться своими деньгами. Они могут иметь сразу несколько активно используемых счетов. В первую очередь это касается текущих счетов, то есть банковских карт. могут иметь несколько активно используемых карт, счетов в разных банках и свободно перемещать свои средства между этими счетами, что сейчас отчасти затруднительно. Люди получат возможность выбирать не только банк, в котором у них зарплатный счет, но и более свободный доступ получат к услугам других банков. Снижение или отсутствие комиссии за переводы между своими счетами открывает новые возможности для эффективного управления финансами. Граждане могут легче перемещать средства между разными банками, выбирая наиболее выгодные условия обслуживания и сохранения денежных средств. Данное нововведение способствует конкуренции между банками, поскольку они будут стараться предлагать более выгодные условия для привлечения клиентов. Это может привести к снижению комиссий и улучшению общего качества банковских услуг. Весь идет о справедливости, то есть об избавлении человека от необходимости платить за то, что он перекладывает собственные деньги из одного кармана в другой. С другой стороны, это в большей степени даже не закон о снижении комиссии для клиентов, а это закон об ужесточении борьбы банков за клиентские деньги. Отмена комиссии за перевод средств между счетами внутри одного банка может привести к финансовым потерям для банка, так как комиссии за операции являются одним из источников его дохода. Однако банки могут рассматривать отмену комиссии как инвестицию в увеличение клиентской базы и удержание существующих клиентов. В конечном итоге это может привести к увеличению доходов за счет роста объемов операций и привлечения новых клиентов. Дмитрий Ушанкин, Резидент Каримова, Универ Новости.